всем привет всем здравствуйте у нас сегодня творческий эфир с вами Катя Мирошниченко сегодня дизайн вдохновлялась показом Giorgio Armani еще для вас классная новость у нас вышли новые базы gamma base на той неделе презентовала я яркие оттенки а сегодня у нас стартовало еще четыре пастельных оттенков поэтому кому понравилась gamma base в жесткой формуле вот имейте ввиду у нас к этим шести оттенком вышли еще четыре сегодня так давайте посмотрим что же сегодня у нас за показ я прям всем советую посмотреть этот показ удивительно там очень красивые были вот такие накидки из огромных жемчужин то ли каких-то металлических украшений которые болтались как бусы такими висячими вниз штуками знаете занавески раньше такие в советское время когда там были в общем это выглядело крайне элегантно это настолько восхитительно но вообще если мы возьмем весь показ Giorgio Armani последний он действительно элегантный но присутствует вот такая какая-то знаете вот блестящий что ли если ткани то ткани смотреть они с эффектом шелка сатина атласа если какая-то фурнитура данная элегантно но она блестящая тем не менее если это какой-то орнамент да на ткани то это какая-то очень нейтральная монохромная вышивка в общем очень сильно мне понравился этот показ обязательно после этого эфира сходите посмотрите на скачать скачайте себе картинок вообще рекомендую работать с показами мод потому что это очень очень как это знаете разрабатывает ваш головной мозг на предмет фантазии я подготовила смотрите я искренне конечно хотела сделать минималистичные варианты дизайна да вот нормально смотришь такая тихая роскошь элегантность даже где-то минималистичность но у меня получилось как получилось значит предлагаю вот такие варианты сегодня четыре варианта вам показываю с разными техниками сегодня сегодня будем работать много с пигментами чуть-чуть мультипл чуть-чуть стемпинга смотрите очень красивые покрытия сейчас буду рассказывать как такие покрытия декоративные с эффектами делать ой так кто-то пишет что только что видела роскошь от дольше в клубе и мярд действительно да я для вас вчера уже сняла эфир час его монтируют возможно где-то через неделю будет вам доступен в клубе кто у нас в канале клуба дорого-богато в общем это мне такой сегодня минимализм как вы видите так прежде чем начинать давайте про базы ведь принесешь тогда да на секундочку прям ладно так мне пока базы сейчас принесут то что она сейчас видите параллельно операторах еще снимает вот а я пока начну так ну во первых базы и милок новая формула гамма-бэйс с 11 по 4 номер напомню это это же формула она более жесткая в отличие от оттенков которые вышли с первого по 4 давайте я вам напомню так с первого по четвертый это я называю яркая постель гамма-бэйс гамма-бэйс с первого по четвертый номер формула эластичная эта формула эластичная так гамма-бэйс неоновая ярко это формула жестко я прям не уходи сейчас покажу вот так смотрите одним глазком прям фотографируйте себе экран телефона сейчас просто мы снимаем их нам бутылочки нужно вот сегодняшнего дня уже в продаже имейте ввиду вот эти оттенки я и смотрите специально положила на палитру очень тонко и видно хорошо что у них очень высокая плотность видно эти толщина небольшая у вас но при этом очень высокая плотность рекомендую особенно для начинающих мастеров эту формулу мы не все конечно бунты к плотности делать цвета но вот именно яркие оттенки захотелось сделать очень высокой плотности вот эти пастели захотелось сделать и высокой плотности эти с сегодняшнего дня в продаже номер с 11 по 14 это я вам сейчас показала потому что сегодняшнего дня это уже продажа вот поэтому сегодняшнего дня катя я буду у вас в ростове 12 записалась на курс дизайн я смогу вас увидеть ирина к сожалению я на два дня в геленджик еду причем именно на 11 и 12 представляете вот как-то так хотя все лето буду в ростове но вот на два дня решила в геленджик с подружкой съездить вот а так я даже не до конца лета до конца сентября в ростове буду смотрите сколько вышло гаммы гаммы вышла а с первого вот так вот по 14 номер это две химические формулы они разные так вот с 1 по 4 это эластичная формула а с 5 по 14 цвет это жесткая формула обязательно попробуйте вот обязательно попробуйте я себе кстати не удержалась этот еду на море в четверг сделала себе вот этот номер номер 007 и если посмотреть кстати толщина небольшая вот кто смотрел на той неделе мы на модели ножевой делали покрытия яркими базами гамма посмотрите укрывистость очень хорошая она по вязкости очень комфортная стоит не растекается поэтому вот особенно новичкам тоже рекомендую эти базы так поехали начнем с образа первого здесь я решила использовать два оттенка первый оттенок из коллекции маракеш у нас такие песочные цвета напомню маракеш очень красивая перламутрово шиммерная коллекция здесь есть два таких песочных цветов я вам предлагаю взять 502 номер из этой коллекции и превратить его такой красивый атлас за счет чего мы это сделаем смотрите поехали значит делаем однотонное покрытие в один слой нет смысла делать два слоя делаем в один слой стараемся опять же распределить перламутр что более или менее вертикально были движения до перламутра кисточки дальше мы наносим т класс всей линейки для создания вот такого эффекта атласа шелка подходит только т класс ирина 13 14 это суббота воскресенье я к сожалению не работаю так и возьмем вот такой цвет пигмента если не буду работать двумя пигментами первый пигмент номер 175 и вот сейчас сочетание посмотрите какой он красивый эффект даст именно на поверхности перламутра нюндового да у которого есть вот эти вот полосочки красивый перелив я очень люблю сочетать когда одна поверхность шиммерная перекрывает другую в данном случае здесь гель-лак перламутрово шиммерный а перекроем мы его вот такой втиркой мелкозернистой золотом а девушка за август пишет ой прошу прощения удар об августе я буду буду так что ирина если что наташка клюгиной говорите она меня приведет к вам в класс так 30 секунд запомнили ровно 30 секунд 30 секунд и берем вот такой аппликатор для теней и начинаю втирать сейчас кажется что пигмент сбивает полностью всю поверхность ничего не видно на самом деле после того как я покрою все топом пигмент он чуть-чуть растворится станет более прозрачным и проступит на передний план тот цвет гель-лака который мы изначально наносили дальше я предлагаю сюда добавить к тому что получилось коллекцию root коз кто помнит она выходила в самом начале года это пастельная коллекция и просто обожаю поэтому когда встает вопрос сделать что-то нежное светлое всегда беру эту коллекцию давайте поработаем четыреста восьмидесятым оттенком он как раз мне кажется этот образ хорошо подойдет да смотрите вот он образ которым мы сегодня работаем это показ джорджи армани шелковая втирка нет наверное нет девчоночки так предлагаю здесь композиции добавить вариант когда серый цвет в зоне свободного края принципе очень хорошо ложится поверхность гель-лака на поверхность втирки суши и дальше здесь мы когда смотрим на костюм я сначала думала буду вручную делать дот сам вот этот рисунок потом тому блин геморрой стала искать пластины думаю что из пластин подойдет я решила сегодня по джорджи армане работать вот этой пластины мне кажется эта пластина прям вот идеально для этого стиля подходит сейчас я вам скажу какой-то номер пластины это номер 13 текстуры смотрите видите вот очень много вот таких вот элементов прямо для армане самое то и смотрите я нарочно беру не активный цвет я беру серебро я беру серебро на следующей неделе когда приеду с отпуска обязательно сделаем моделирование новыми оттенками тоже возьмем модели и прям сделаем коррекцию этими базами так серебро на сразу наношу здесь стекласс потому что мне заодно пригодится и для приклеивание шарми кончиков вот и заодно для стемпинга стемпинг буду печатать на всю поверхность и там где есть втирка и там где нет кстати смотрите как смотрится где просто втирка и стемпинг получается очень нейтрально нет такой знаете нет активного внимания на рисунок рисунок неактивный за счет того что очень близко по тонны похожим поэтому в принципе для кого это слишком много дизайна да вполне себе можно рассмотреть здесь вариант клиенту сделать только вот такой маникюр да без декорирования без этих штучек всяких я то конечно сделаю всего и побольше мне-то хотелось сделать поскромнее но не получилось не люблю скучные ногти понимаете ничего не могу с собой поделать и клиентов у меня с роду никогда таких не было а кто приходил и говорил новые клиенты там типа я только французский маникюр делаю я всегда говорила слушайте говорю у меня полный салон прекрасных мастеров маникюра которые сделают офигенный вам французский маникюр и предлагала записываться не к себе в этом случае а предлагала записываться к другим мастерам которые в соседних кабинетах работали еще и за меньший ценник потому что всегда говорила я работаю только коррекция плюс дизайн какой-то вот и у меня так получилось что ну понятно что я не изначально так себя позиционировала это я уже перебирать начала когда клиентов стало так много я цены начала очень поднимать со временем я без дизайна не брала я ушла в узкую специализацию клиентов обслуживала только сумму сугубо с дизайном потому что мне было интересно работать я обожала клиентов обожала маникюр и конечно же что я обожала самый последний этап это когда я начинала делать дизайн у меня просто это какой-то знаете экстаз наступал такой знаете своеобразное медитативное состояние смотрите что за шарми кончик в стиле брендового маникюра хочу о нем напомнить то что тоже думала что шармиконов сегодня буду использовать и вспомнила именно про этот шармикон давно им не работало когда увидела джорджо армани показ я поняла что вот этот шармикон прям идеально нам подойдет так где он у нас здесь есть работа номер 236 прекрасно идеально для брендового маникюра и тем более для показа армании такие ремешки для показа армании ну конечно же возьмем слова мои любимые интересно кстати они есть наличие то я ими работаю почти каждый фильм это новые слова из новой коллекции весна-лето здесь есть обалденные тонкие надписи прописью так они мне нравятся так как они не активные сильно ну как вот мелочь смотрится обалденно и перекрываем финиша вы видите как красиво вот этот эффект втирки на перламутровом песочном гель-лаке смотрится очень красиво я считаю давайте посмотрим что у нас за композиция получилось и того у нас получается вот такая композиция можно сфотографировать себе поехали дальше 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 у нас очень элегантный образ и конечно просится но под него точно какой-то минимализм и у меня здесь и серебряные украшения конечно первое что приходит в голову что я купила на алиэкспресс просто готовые бусины разных диаметров и просто разбросала их по поверхности а нет чтобы купить бусины такого размера разного еще причем это надо еще постараться найти вот не всегда это получается сделать а чтобы сделать тот диаметр который тебе хочется той высоты которая тебе хочется так что бывают бусины слишком большие не все клиенты готовы их носить поэтому я вам предлагаю сделать все это вручную что мы делаем сначала черное покрытие номер 030 гель-лак суши дальше я конечно думаю что кто-то скажет что в принципе вот такой дизайн вполне себе и больше ничего не нужно представьте короткие черные ногти да и вот просто правильно расположенные бусины на всех десяти пальцах будет офигенно но я пошла чуть чуть дальше я нашла вот такие шерми кончики у нас цепи мне кажется они сюда идеально вписываются я предлагаю вам на некоторые ногти сделать еще с цепями с такими как цепи что это за шикарный шерми кончик где вот вот куда же у меня запропастился я сейчас пока не найду и успокоит сейчас прошу прощения на зашли идти а вот же мои любимочки вот они мои шерми кончики кто помнит они выходили осенью не так в принципе и давно где-то месяцев 8-9 назад они сюда отлично нам с вами подойдут но какое же нам правило важно так как мы будем делать все вручную поэтому избавиться нужно дисперсии так как я буду работать сейчас мультипл гелем и буду работать фольгой я сейчас буду все эти бусины рисовать вручную поэтому если кто-то подумал что это я купила и приклеила нет на самом деле сделано вручную а реально выглядит как не рукотворное да что-то готовое купили перекрыли prime топом первое правило хотите работать мультипл комфортно покупайте prime топ во первых это очень классный кайфовый топ у него хорошая постозность можно моделировать слегка им да при этом температура не будет какая-то прямо из ряда вон выходящая плюс он очень хорошо держит дизайн и самое главное у него через одну минуту получается такая поверхность вот абсолютно глянцевая что когда мы работаем с фольгой а сегодня мы работаем с вами серебряной фольгой фольга отпечатается только там где гель чтобы нам на черном фоне с вами было комфортно видно все мы берем мультипл гель напоминаю что у меня вот баночка баночка фольгу я не снимала сделала дырочку в ней работаем только с палитрой потому что это не просто гель это прям реально клей который полимеризуется в лампе поэтому по какой-то причине забудете закрыть крышку поработаете одну-две минутки с открытой банкой он как клей начинает высыхать и потом не спасти вот чтобы на черном фоне мне было видно что я делаю я обычно чего-нибудь добавляю мультипл гель но если черный фон понятно что первое что просится вам просто добавить беленький гель-лак да что получить такую молочную консистенцию где анечка грешенкова у себя дома работает на удаленке потому что у нас на барышня в декрете вот теперь смотрите я снимаю сначала приклею шермикон если это нужно либо наоборот сначала сделать бусина потом приклеить шермикон тут в принципе по желанию тут в принципе по желанию так сейчас мы чуть-чуть подправим вот его очень важно сначала наживить а потом уже проходите приклеивать все вот когда наживили правильно почему пропали эфиры с юлия фроловой не знаю потому что у нас сейчас новый эксперт появился а юля она очень много моделировать моделирует поэтому больше на нее переключились и вот юля очень времени практически нет намного с клиентами работают и с учениками так пошли консистенция очень комфортная она не течет здесь вот я вам прям рекомендую обратить внимание на то как расположена по композиции как все звездное небо где-то идет концентрация этих бусина побольше поменьше еще поменьше и такой знаете мягкий переход от размера к размеру все и вот вот и все больше ничего не нужно сушим 30 секунд опять же откуда это взяла смотрите на платье внимание обратили смотрите побольше средний меньше меньше эти не просто как горох поэтому очень рекомендую всегда работать с показами моды это очень хорошо формирует ваша вашу фантазию вашу насмотренность умение видеть компоновку композицию какие-то эффекты какие-то сочетания потому что иногда до каких-то вещей вот так сесть с нуля додуматься очень сложно а когда вы периодически клиент не пришел сели и поработали например сделали какие-нибудь дизайны смотрите какое идеальное качество отпечатывания самое главное в зависимости от того какой вы объем этих капель сделали рисунка это получается классный объем в пределах разумного но в принципе вполне себе хорошо просыхают смотрите какой быстрый вариант дизайна выравнивать я все буду prime тупо потому что я не люблю когда вот эти все детали слишком торчат у клиента поэтому я обычно так тонко перекрываю а вот здесь вот как раз где в центре у меня вот эта толщина я делаю легкое выравнивание тем более prime тупо хорошо позволяет это делать все и сушу сейчас давайте еще раз поближе посмотрим что получилось здравствуйте скажите у вас наращивание на ручках каким способом делали смотрите у меня здесь наращивание на нижних формах вот а также мы делаем очень часто наращивание на типсах у нас есть такие длинные квадраты зауженные сейчас прям готовые типсы на одну треть очень классно ими работать мы кстати сейчас в ближайшее время будем мы уже приготовили практически формат новый мы будем переделывать клуб в более широкий формат вот и у нас кроме дизайна теперь добавятся еще темы по моделированию по маникюру и по педикюру вот поэтому кто клуберы вы скоро попадете на новую платформу новый канал где будет еще больше полезных штук не только от меня а также от других экспертов по классике вера мирошниченко там со мной будет работать я также продолжу делать для вас картины и творческие эфиры сложные ну чё какой вам вариант больше нравится с цепью или просто без ничего как вы правил на темном у меня синий ну на солнце да немножко в синеву может prime top уходить но в принципе клиенты ну кто-то скажет что слегка в синеву кто-то вообще даже не заметит да у прайма есть такая особенность на черном дает такую легкую синеву так этот вариант готов поехали дальше теперь у нас осталась вот эта модель я к ней предлагаю два варианта первый вариант прикольный смотрите делаем просто однотонное покрытие и я предлагаю взять например если работала четыреста восьмидесятым цветом из root код root коз то здесь предлагаю взять какую-нибудь вот пепельный например четыреста семьдесят восьмой на нем тоже будет классно смотреться делать просто однотонное покрытие однотонное покрытие это очень кстати простой дизайн в принципе минималистичный суши и дальше перекрываем смотрите внимание теклас нам понадобится и нам понадобится джемте клерк единственное у меня джемте клерк настолько это популярный продукт что у меня мультипл гель джемте клерк всегда быстро заканчивается у меня тут практически уже нету вот ну сейчас я здесь себе чуть-чуть наковыряю что я делаю я на всякий случай перекрываю текласом потому что на теклас делается втирка в том числе чтобы если что где-нибудь джемте клерк снивелировать этот момент сушим несколько секунд смотрите сейчас нужно сушить до конца 30 секунд под втирку мы просто просушили несколько секунд достали а теперь открываете джемте клерк берете любую кисточку в зависимости от того какой вы эффект хотите сделать да у меня такой достаточно простой вариант это когда мы смотрите пройдемся вот так раз подсушили на несколько секунд и второй раз и второй раз вот такими прижимающими движениями возможно кто-то там какими-то колбасками сделает полосочками ну мне кажется вот этот самый простой подотрагивались все и теперь на окончательную просушку кладем в зависимости от того какая у вас лампа нужно смотреть от 30 секунд до 1 минуты вот ну я думаю что я просушу сейчас одну минуту что я до этого сушила 30 секунд мне не очень понравилось хотя все равно эффект получился красивый смотрите хотя джемте клерк сохнет вообще две минуты у него исчезает остаточная липкость вот нам нужна просто глянцевая резиновая поверхность а у него резиновая поверхность и ты класс если что снивелирует получается видите такой эффект здесь я делала более мелкий здесь я делала более крупные такие мазочки здесь вот как раз никакого дизайна мы с вами не делаем берем уже другой пигмент я им сегодня не работала это пигмент номер сто пятьдесят четыре точно также берете аппликатор для глаз для теней и делаем стирочку причем этот дизайн он у нас в корзине давно не знаю ему лет наверное двенадцать я где-то раз в три года про него вспоминаю вот сейчас опять актуальность втирок вернулась сейчас клиенты с втирками очень любят ходить и вот например вместо обычной втирки как я вам в самом первом дизайне показывала почему бы не сделать такую красивую поверхность обязательно в конце можно даже перчатку взять резиновую убираем излишки чтобы до конца получилась втирка и в конце уже наносите любой финиш чтобы втирка кстати держалась рекомендуется обязательно в конце вот так проходить по торцу и кстати если выбирать топ это я рекомендовала для этого прайм потому что он во первых более пастозный более густой он лучше удерживает под своим покрытием дизайн вот плюсы можно слегка выровнять и тогда втирка будет наверняка еще лучше стоять и самое главное не забывать что мы торец в конце проходим поэтому нельзя на все пять пальцев сразу нанести топ иначе он подскочит у вас по торцам и торцы будут голые тогда от механического воздействия там например в течение месяца у клиента торцы стираются топа и очень быстро начинается скалывание до топа с пигментом поэтому чтобы этого не происходило обязательно по одному ногой ноготочку по торцу и сразу в лампу опять следующий ноготок по торцу и сразу в лампу вот такой получился у нас достаточно наверное из всех скромный маникюр да смотрите как это смотрится классно представьте есть это будет небольшая длина маленькая да вот и последний вариант здесь я беру снова номер 480 это очень светлый серый и он тоже круто смотрится под втиркой сейчас мы тебе текст уже прислали небольшой так в один слой я тоже буду наносить потому что будет идти в тирка она снивелирует все моменты красивый серый цвет он прям практически белый 480 напомню это коллекция она у нас выходила то ли в январе то ли в феврале начале года очень красивая коллекция снова также мы берем с вами teclas сушим ровно 30 секунд если нам нужна втирка вот такая с эффектом шелка да вот такой тканевый эффект то это 30 секунд teclas идеально подходит снова берем пигмент номер 175 мы сегодня им уже работали только работали на перламутровом гель-лаке а сейчас мы работаем на эмалевом гель-лаке номер 175 всем привет привет так прям тщательно вот так втирается убирайте излишки пальчиком и здесь можно сделать стемпинг прям сверху стемпинга ничего страшного снова берем пластину которую я вам вначале показывала мы ей уже работали я уже говорила она идеально подходит нам для джорджио армани сегодня у нас пока с вами джорджио армани здесь практически все паттерны прям очень хорошо подходят не предлагаю напополам отпечатать на пигмент краска лаковая нормально отпечатывается и в конце снова берем вот этот шарми кончик который я вам показывала стиле брендового маникюра есть очень классные есть отбивки и дизайн в принципе вот готов тоже может быть шарми кон и не очень конечно приклеивается к поверхности втирки но терпимо все перекрываем суши смотрим глаз за какой вариант для этого образа с дизайном или без покажу смотрите как на сером бледном красиво смотрится вот этот эффект сатина и как здесь вот тоже беру белый первому раз джеймси клер смотрится еще раз сегодня у нас показывали джорджио армани еще раз напомню у нас сегодняшнего дня уже в продаже можете спрашивать размещать заказ у менеджеров по работе салонами красоты на и мешок точка ру заходите вышло новых четыре еще оттенка гамма бейс гамма бейс всем большое спасибо за внимание всем пока пока